МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Высшие воинские и специальные звания присвоил сегодня глава государства. Торжественная церемония прошла в Аккорде. 35 человек удостоились чести получить погоны и ордена из рук президента. Как проходила церемония? Почему верховный главнокомандующий призвал силовиков держать порох сухим? И в чем, по мнению Нурсултана Назарбаева, высшее воинское счастье? Расскажет Иван Тулинов. Вручение государственных наград – ежегодное событие. В этом году оно приурочено к предстоящему Дню Защитника Отечества и Дню Победы. Поэтому накануне этих праздников присвоено столько воинских и специальных званий. Настрой боевой – форма парадная. Это отличившиеся на службе казахстанцы и современные герои. 35 представителей казахстанской армии и специальных служб. Каждый будет отмечен высокими наградами или повышен в звании. Президент отметит – это те, кто бережет мир на нашей земле. Сегодня традиции боевой доблести и воинской чести старшего поколения приумножают вооруженные силы независимого Казахстана. Суть воинского призвания – всегда быть на страже интересов родного отечества. Ведь армия – это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост. В условиях растущей нестабильности в мире, который вы все знаете, военно-силовой блок государства приобретает особое значение для защиты, независимости и спокойствия нашего народа. Наша армия, правоохранительные структуры являются надлежным счетом безопасности страны, неизыбливым гарантом суверенитета. Государство высоко ценит вашу отвагу, самоотверженный труд на благо мирной жизни и спокойствия всех казахстанцев. Присваивая вам эти высокие звания, вручая награды, мы уверены в вашем дальнейшем безукрынном служении Родине и служить примером для подрастающего поколения. Новые воинские звания получили 22 военнослужащих. Указ об этом подписан накануне. За годы независимости казахстанская армия изменилась кардинально, но султан Назарбаев вспомнил, с чего все начиналось. По пути на это награждение я подумал, находясь 74 года под советской властью, кому было присвоено звание генерала. После получения независимости я искал генерала, который бы возглавлял войска, и нашел одного – Нурмагомбетова. Сегодня за один день я вручаю 22 звания. Генерал-майор Аскери Атага Купаев Кайрат Рашидул Наберлсин. За новыми погонами, твердым и уверенным шагом церемония проходит без осечек, сказывается военная выучка. Каждый идет к этой цели в течение всей своей жизни. Не каждый ее достигает. Конечно, сложно. Безусловно, это была и, может быть, и цель в моей жизни – достичь таких вот высот, удостоиться высокого звания генерала-майора. Огромное спасибо руководству вооруженных сил Министерства обороны за ту оценку, которую они мне дали на этом поприще. Мой дед, участник войны в составе казахстанских частей, прошел путь от Сталинграда до Берлина. И после окончания войны служил офицером в Казахстане. Мой отец Владимир Николаевич прослужил в казахстанской армии офицером более 35 лет. И сегодня я, продолжая династию Бочаровых, служу в рядах национальной гвардии. Моя семья в общей сложности более 90 лет служит в своей родине, многонациональному Казахстану. И для меня сегодня, конечно, очень высокая честь получить это звание «Высокая генерал-майор из ваших рук». Мы, офицеры национальной гвардии, всегда были и будем верны своему народу, вам, законно избранному президенту, и приложим все усилия для дальнейшего процветания нашей родины, республики Казахстан. Ордена и медали получили еще 13 человек. Это те, кто отличился на службе в 2017 году. Им достаются Данг, Айбен, Курмет, Ерлегушен. Медаль за отвагу заслужил и Виталий Калмыков. В ноябре 2017-го он спас двоих детей из горящего дома. Поступок однозначно, героический. Для самого героя – обычное дело. Мы приехали на пожар, горел дом. Как бы делали обычную свою работу. То, чем у нас учили. Когда кричат, что в доме находятся дети, естественно, страх и все это отступает на второй план. И первым делом думаешь, как быстрее и качественнее оказать первую помощь, и вынести их на улицу. Ну и так и было в этот раз. Зашли, вынесли, передали, продолжили тушение. Пожарные не считают, что это какой-то подвиг или особые заслуги. Потому что ежедневно тысячи пожарных сталкиваются с таким же. И не ожидая ничего, взамен делают свою работу. Когда необходимо принимать мгновенные решения, эмоции отходят на последний план. Каждый, кто оказался в этом строю, не раз проявлял выдержку и отвагу. И для каждого это просто работа. Именно поэтому они оказались в президентском списке. Обращаясь к силовикам, Нурсултан Назарбаев отметил их роль в защите независимости страны и спокойствия каждого казахстанца. Несмотря на то, что Казахстан государство мирное, наше окружение мирное, и мы проводим такую политику, это не означает, что мы должны быть слабыми. В сегодняшнем мире все быстро меняется. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра. Но держать порох сухим, всегда быть подготовленным, тренированным, быть готовым отдать жизнь ради Отечества, ради Земли. Мы все, мужчины, для этого родились, для этого живем. В завершении церемонии памятное фото поздравления главы государства с наступающим Днем Защитника Отечества, Днем Победы и пожелания не забывать о высшем счастье военнослужащих, счастье и благополучии семьи. Иван Тулинов, Жандос Бетабаров. При поддержке ТРК президента Республики Казахстан. Хабар-24. Астана. В этом году произойдет перезагрузка ежегодного Астанинского экономического форума. От формата до структуры организаторы АЭФ представят на суд участников обновленную диалоговую площадку для обсуждения глобальных вопросов. Подробнее о содержании форума и именитых спикерах расскажет Сабина Тургаева. Рост финансового неравенства среди населения, замедление мировой экономики, роботозамещение и мир глобальной стратегии. Эти масштабные темы около 500 спикеров будут обсуждать с участниками экономического форума в Астане. Бывший президент Франции Франсуа Оланд на полях АЭФ будет рассуждать об исчезновении среднего класса. Физик Митю Каку представит свое видение о вызовах и возможностях роботизации. Если раньше рекомендации форума были в основном применительны к экономической политике, финансовой политике, то теперь мы очень сильно надеемся и уверены, что наши гости смогут нам сформулировать политику и в области развития человеческого капитала, и в области развития технологий в более широком понимании, и в области развития ресурсной составляющей и так далее. То есть расширение повестки дня форума дает нам возможность формулировать предложения для нашей национальной стратегии и тактики в более полном объеме. Среди спикеров этого года организаторы выделяют 50 суперзвезд и сотню звезд мировых индустрий. В Астану приедут такие личности, как соучредитель компании Apple Стив Возняк, один из основателей и директоров ШАЗАМ Крис Бартон. Эксперты с мировым именем попытаются выработать решение по 11 ключевым глобальным вызовам современности. В первую очередь мы пригласили тех людей, которым интересен Казахстан, и которые знают, что так Казахстан. Людей, которые просто приезжают и говорят о вещах абстрактных, теоретических, мы не приглашали. Нам нужно все это, пусть даже глобально, тем не менее, потом приземлить на нашу почву. Наиболее важным отличием АЭФ-2018 станет наличие третьего дня, так называемого практикума. 19 мая ключевые спикеры выработают конкретные рекомендации по решению глобальных мегатрендов для правительства страны и казахстанского общества в целом. По словам Димура Сулейменова, темы, которые будут обсуждаться на форуме, актуальны абсолютно для всех стран мира. Казахстан не исключение. Я бы назвал ключевым вызовом для нас – это новая экономика. Во всем, в самом широком его понимании, начиная с технологий, экономические отношения, финансовые отношения, человеческие отношения. Другой, наверное, вызов, конечно, он связан, хотим мы этого или нет, с климатом, с экологией и водой. С одной стороны, у нас огромные ресурсы земли, с другой стороны, у нас достаточно ограниченные ресурсы воды. Земля без воды – это не ресурс. Третий самый главный – это, наверное, я тремя ограничусь, чтобы время сэкономить. Это урбанизация нашей страны. Работа Астанинского экономического форума в этом году будет проходить в новом формате. К традиционным панельным дискуссиям добавились дебаты, выступления в формате TED, круглые столы и Vision. Кроме того, некоторые из экспертов выступят перед казахстанскими студентами. Во время проведения АЭФ запланирован фестиваль лекций. Наши приглашенные спикеры, как отметили мои коллеги, политики, экономисты, бизнесмены, стартаперы удачных глобальных проектов, инженеры, кибертехники, работозащиты будут привлечены непосредственно на поля вузов Астаны. В настоящий момент мы прорабатываем возможность проведения этих лекций на базе Назарбаев университета, Евразийского национального университета, Казахского государственного юридического университета. Информация о всех наших спикерах размещена на нашем сайте форум-астана.орг. Организаторы уверены, то, каким будет завтра и послезавтра планеты, зависит от тех решений, которые вырабатываются сегодня. И в будущем глобального успеха смогут достичь лишь те страны, которые ставят актуальные вопросы и ищут на них ответы. Сабина Торгайева, Ганел Шимбаев, Адельхазы Тулемис, Хабар-24, Астана. В посольстве Казахстана в России сообщили, что расследование дела погибшей казахстанской студентки продолжается. На 4 мая назначена судебно-медицинская экспертиза. Также при содействии консульских работников произведено процедурно-процессуальное изменение. Теперь потерпевшей по делу признана мать девушки Жанна Ахметова. Дипломаты помогают ей в поиске адвоката. Данный вопрос по-прежнему находится на особом контроле консульского отдела посольства. Эту информацию подтвердили и в МИДе Казахстана. Напомню, инцидент произошел 13 апреля. Атамирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. По данному факту, следственные органы России завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Руководство, преподаватели и студенты МГИМО, где училась девушка, также выражают глубочайшие соболезнования семье Атамирис. Девушка скончалась сегодня около 7 часов утра по времени Астаны. Наши дипломаты с раннего утра находились рядом с родителями девушки и сейчас занимаются необходимыми процедурами по организации доставки тела погибших в Казахстан. Мы оказываем полное содействие близким и будем максимально помогать в этой ситуации. В немецком городе Элванген произошли столкновения беженцев с полицией. Все началось с того, что 150 мигрантов стали на защиту своего соотечественника, которого по немецким законам должны были депортировать. Они окружили машины и угрозами вынудили снять наручники и отпустить 23-летнего беженца из ТОГО. Полицейским пришлось подчиниться, чтобы не спровоцировать беспорядки. Но позже на место происшествия прибыли 100 полицейских машин. Стражи порядка штурмовали лагерь. В ходе спецопераций пострадало много беженцев, а также трое полицейских. Всех зачинщиков, включая беженца, из-за которого началась стычка, арестовали. Немецкие политики уже осудили это происшествие и требуют наказать участников бунта по всей строгости закона. С такой ситуацией наша полиция еще не сталкивалась. Этого беженца мы хотели депортировать назад в Италию, откуда прибыла эта группа беженцев. Но столкнулись с агрессивным нападением. К нам поступила информация, что беженцы хотят создать группу, которая будет препятствовать депортации. А это означало бы, что на территории лагеря не будут исполняться немецкие законы. И это мы не могли допустить. Поэтому мы разработали план мероприятий и провели спецоперацию. Учителя младших классов продолжают голодовку в Италии. В шестой день протеста под окнами Министерства образования собрались сотни людей. Они требуют отменить решение Государственного совета, которое исключает из кадрового резерва около 50 тысяч учителей. По данным профсоюзов, речь идет о самом массовом увольнении в истории образовательной системы. Из Италии наш собственный корреспондент Юлиак Гончар. День и ночь под окнами Министерства образования. Шестые сутки учителя не расходятся. Они отказываются от пищи и требуют встречи с министром Валерием Фидели. В декабре прошлого года Государственный совет принял решение исключить из кадрового резерва около 50 тысяч педагогов. Педагогов с дипломом о среднем образовании. Отныне для работы в школе его недостаточно. 7 тысяч учителей начальных классов без высшего образования будут уволены с окончанием учебного года. Еще 45 тысяч теряют всякий шанс найти работу в будущем. При этом многие из педагогов, признанных негодными, посвятили десятилетия своей профессии и считают несправедливым решение госсовета. Если вы спросите меня, необходимо ли учителю высшее образование сегодня, я отвечу – необходимо. С 1998 года необходимо. Все, кто получил диплом до реформы, работали и работают. Что мы им сейчас скажем – хватит? Вы нам больше не нужны? Идите домой? Ведь это означает уволить 50 тысяч человек. Просто неслыханно. Сегодня особенно ощущается физическая усталость. Мы не прикасаемся к еде с субботы. Плюс волнение быть в столице. Мы приехали из Падуи. Придает нам силы лишь наша любовь к профессии. Мы все очень мотивированы. Шестидневная голодовка не могла не отразиться на самочувствии участников протеста, слабость, головокружение, обмороки. Но учителя готовы бороться за свое право работать в школе. Готовы ночевать на лестнице и голодать. Нелепость ситуации, говорят педагоги, заключается в том, что в Италии учителей не хватает. И если решение госсовета останется неизменным, в сентябре в школах встречать детей будет некому. Участники протеста надеются на здравый смысл представителей власти, в силах которых изменить ситуацию. Юлия Гончар, Массимилиану Вольфе, Хабар, 24, Италия. По меньшей мере 14 человек пострадали, в том числе трое детей, в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии. Известно, что на момент аварии в вагонах находились около 50 человек. На месте ЧП работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено. Сильная жара охватила пакистанский Карачи. По данным местной метеорологической службы, температура в городе повысилась до плюс 43 градусов по Цельсию. Местные жители спасаются от пекла возле фонтанов и в магазинах, где продают прохладительные напитки. Власти рекомендовали горожанам принять меры предосторожности ввиду высокой температуры. О жертвах аномальной жары не сообщается. Между тем, как заявили в спасательной службе Карачи, они полностью готовы к ухудшению погодных условий. Отмечу, в 2015 году из-за сильной жары в этом городе погибли свыше тысяч человек. Тогда столбики термометров поднялись до плюс 50 градусов по Цельсию. Мы полностью готовы. Скорая помощь сможет добраться до пострадавших в очень короткое время. В основном жертвами теплового удара становятся рабочие на полях и рикши. Мы следим за ситуацией. Около ста человек погибли. Десятки получили ранения в результате сильной песчаной бурью, обрушившейся на северные районы Индии. По данным местных властей, наибольшее число жертв 64 человека зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш. В одном лишь городе Агри, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал, от удара стихии погибли 43 человека. Еще 31 человек погиб в соседнем штате Раджастан. Прогнозы метеорологов неутешительны. Погода нормализуется лишь через трое суток, а в ближайшие часы на северные районы Индии вновь обрушатся дожди с грозами. Власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти. Современный смарт-класс по программированию откроют в одном из колледжей столицы. Соответствующий трехсторонний меморандум подписали сегодня на полях Международного форума Global Tura. Класс будет оборудован по последнему слову техники и абсолютно новой учебной программе. Ее разработкой займутся специалисты Вестминстерского колледжа Лондона совместно с казахстанскими коллегами. По словам специалистов, такой шаг позволит не только поднять качество и уровень знаний казахстанских студентов, но и создаст предпосылки для развития новых специальностей на основе программирования. Я думаю, что с сентября студенты могут готовиться в этом классе, используя последние технологии. Естественно, вы знаете, что такое цифровая технология. Она нуждается в ежегодном обновлении. Через интернет-сообщения, диалоговые возможности мы ежеквартально будем менять базу дополнительного факультативного обучения, содержания. Благо, сегодня позволяет дистантные технологии меняться технологиями. Сегодня образование выходит на глобальный уровень. Мы помним, мы гордимся. В семье прошла патриотическая акция школы-интерната номер 4 для слабослышащих детей. Восьмой год подряд они отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Ребята показали театральные постановки с танцами и песнями военных лет. В завершение акции ветераны войны, военнослужащие и воспитанники интерната почтили минутой молчания память героев и возложили цветы. К мемориалу никто не забыт, ничто не забыто. Также здесь прошла выставка прикладного искусства. Ребята показали гостям сувениры и поделки собственного производства. Многие из них были посвящены Дню Победы. Акция имеет огромное воспитательное значение, потому что, участвуя в инсценировке времен Великой Отечественной войны, дети могут эмоционально прочувствовать всю трагичность тех событий и понять атмосферу военных лет. Мы дорогой ценой заплатили за нашу Победу. И сейчас, в эти дни, люди старшего поколения до сих пор вспоминают те годы. Ну, молодежь наша из поколения в поколение передается вот этот праздник, День Победы 9 мая. Вот 73-ю годовщину теперь будем отмечать. Сравнений, конечно, нет. Жизнь улучшилась. И на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин